Всех приветствую! Данная история была взята с сайта mrakopedia.org. Автором является участник мракопедии. А теперь приступим. Начну, пожалуй, с того, что я живу в квартире, на втором этаже, в пятиэтажном доме. Окно моей кухни выходит во двор, и ночью, всё, что можно увидеть из окна, это лавочка, выхваченная из мрака тусклым светом фонарного столба. Тот день выдался очень жарким, и даже под вечер воздух не успел остыть, а плотным слоем расползался по всей квартире. Так что ночью я был полностью измотан этой духовкой. Я долго ворочался в постели, пытаясь лечь в удобную позу и, наконец, уснуть. Если честно, не помню, как быстро я отключился и сколько проспал, но посреди ночи меня разбудила дикая жажда. «Спасибо знойному дню!» Едва разлепив глаза и одев тапки, я медленно пошёл на кухню. Зелёное табло на микроволновке подсказало, что уже начало четвёртого утра. Я налил в стакан прохладной проточной воды из-под крана, и тут же с жадностью осушил целую половину. Остаток воды я решил допить у открытого окна, потому что мне хотелось насладиться прохладным ветерком, который дул как нельзя кстати после дневной духоты. И вот тут и произошло самое странное, и, пожалуй, самое страшное и необъяснимое в моей жизни. Сделав около пары глотков, я посмотрел во двор и замер от неожиданности. На той самой лавке неподвижно сидела какая-то старушка. Я смог разглядеть скорбный силуэт и серую мешковатую одежду. О боже, она была очень худая и высокая. Немного ссутулившись, она смотрела прямо перед собой. Удивлённо я не мог отвести от неё взгляд. Вдруг она медленно повернула голову, и в упор посмотрела прямо на меня. Она как будто знала, что там, за окном, на неё тоже кто-то смотрит. Несколько секунд она пристально сверлила меня своими глазами, но для меня эти секунды были целыми минутами. В это время я кричал от страха. Кричал, конечно, мысленно, не вслух, не имея возможности пошевелиться или просто потерять сознание. Дальше старушка сделала то, от чего кровь отхлынула от головы, а сердце на секунду замерло. Не отводя от меня своих немигающих глаз, она раскрыла рот и стала растягивать его. Чем-то это напомнило улыбку. Она всё улыбалась и улыбалась, а рот растягивался как будто резиновый. Никогда я не видел такой огромной пасти. Когда я с выпученными от шока глазами всё ещё старался заорать, глотая ртом воздух, бабка подняла вверх руку, словно приветствуя меня, а затем вдруг вытянула указательный палец и погрозила им, будто порицает за что-то. При этом голова начала хаотично вращаться из стороны в сторону, как у игрушки-болванчика, а глаза не отрывались от меня ни на секунду. Я даже боюсь представить, что было бы дальше, что бы ещё придумала бабка, если бы стакан, который я держал в руках, не выскользнул и не разбился о пол кухни. Я даже не вздрогнул, не порезал собитым стеклом, я просто понял, что прямо сейчас могу отвести взгляд и, наконец, выдохнуть полную грудь воздуха, которого мне не хватало до этой секунды. В следующий миг я уже бежал в свою комнату, цепляясь мокрыми и дрожащими руками за стены и передвигая ватные ноги как можно быстрее. Мигом нырнув под одеяло, ощутив тепло спящей рядом с жены, я кое-как начал приходить в себя. Дыхание замедлилось, а пульс, разрывающий мне виски, приходил в норму. Мозгу, перегруженному после всего произошедшего, нужен был отдых. Я медленно отключился. Не готов поклясться, что проваливаясь в забытьё, я отчётливо услышал приглашённые звуки, доносящиеся из открытого на кухню окна. Звуки, напоминающие сиплый, неестественный смех, переходящий в тихое, еле слышное поскуливание. И следующее мгновение я наконец-то уснул. Далее следует та же история, но другими глазами, с другой точки зрения. Вот что скажу тебе, Петровна, жара у нас прям нестерпимая. Ну сама понимаешь, пятый этаж, крыша чёрная, за день так прогреется, что хоть святых вон выноси. Купила банку молока давеча, да в холодильник убрать забыла. Прихожу вечером домой, свернулась. Да и спать в такую жару тоже невыносимо. Форточку откроешь, комары налетят, закроешь, духоте мучаешься. От жиры это всё я уснуть и не могла. Долго ворочалась, сколько проспала не помню, но проснулась душно. На часы глянула только три с лишним, а уже светло, и всё воздуха свежего не хватает. Ну думаю, выйду на улицу, хоть посижу на лавочке, пока никто не мешает. Оделась, газету с собой прихватила вчерашнюю, вышла и села на скамеечку. И тут гляжу, ни одна я с позаранку поднялась. Сосед наш со второго, молодой парень, на кухню вышел. Как звать не знаю, никогда не здоровается. Но ты помнишь, лохматый такой. Это у него баба по комнатам голая ходит, и окно не зашторивает. Бесстыдница. Вижу, он что-то в углу химичит, а потом со стаканом к окну подходит. Ну думаю, что за дела. С утра пораньше пить начинает. Жалко его стало. С бабой своей поругался, что ли. И тут он меня заметил, я ему, понятное дело, улыбнулась. Всё-таки поддержать надо человека. С добрым утром, говорю соседушка. Но он меня не слышит, видать, через окно. Как уставился на меня своими лупёшками, я прям испугалась. И такой ужас у него на физиономии, как будто его столбняк хватил. Я ему рукой машу. Эй, ты чего? Видишь что или нет? А то, может, мне обратно на пятый придётся топать и скорую вызывать. А он молчит. Только руки дрожат у него горемычного. Вот он стакан и не удержал в руке. Вронил. Гляжу, вроде голову повернул. И глядит уже не так остолбенело. Я ему напоследок пальцем погрозила. Ты меня, старуху, не пугай. А то меня вперёд тебя, Кондратья, хватит. Тут он как-то дёрнулся, обернулся. И как шмыгнет с кухни. Я уж не знаю, что с ним такое приключилось. Надо будет у Клавы со второго узнать, не слышала ли чего. И на пьяницу даже не похож. А всё недоброе с ним что-то творится. Наркоман должно быть.